Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как смоделировать, сделать выкройку платья с запахом по лифу и планкой на пуговицах. Как самым простым и понятным для всех способом сшить платье на подкладе. Кстати, подклад здесь совсем не обязателен. В ходе работы я буду говорить и об альтернативном способе обработки. Ну и, конечно, мы сошьем платье вместе от начала и до конца. Посмотрим на материалы, которые нам потребуются для пошива платья. Вы, наверное, уже знаете, что такое базовое основа платья. Я много рассказывала о ней в предыдущих видео. Это базовое лекало, которое вы можете построить индивидуально на свою фигуру и впоследствии шить по ним одежду, а также создавать другие виды модели. То есть вы не ограничены исключительно именно этой базовой основой, именно этой формой. Вы можете создавать различные формы из этой базы. В этом видео я покажу, как смоделировать базовую основу, чтобы получить платье с запахом и с планкой. Также на канале вы можете найти огромное количество других уроков по моделированию этой базовой основы. Эту базовую основу, базовые лекала, можно построить по учебнику по конструированию женской одежды. Оплатить и скачать его можно на сайте bespoke.ru. В этом учебнике вы найдете множество иллюстраций и подробное описание каждого шага построения выкройки. Это не так сложно, как может показаться. Инструкция очень подробная и понятная для любого уровня. Также создание базовой основы, базовых лекал мы детально разбираем в курсе по женской одежде. Это онлайн-видеокурс. Там я детально показываю, как строю эту базовую основу, а затем краю по ней макет и довожу лекала до отличной посадки на фигуре. Что касается ткани, это платье сшито изо льна. Лен достаточно плотный, просвечивает не очень сильно. В меру мягкий, что обычно свойственно льну. Встретить мягкий и нежный лен – это большая редкость. Конечно, ткань немного сминается, поскольку имеет полностью натуральный состав. Если вас смущает повышенная сминаемость таких тканей, то, возможно, стоит поискать лен с добавлением синтетических волокон. Но мне даже немного нравится, как сминается лен. Из-за комфорта и в жаркую, и в холодную погоду легко закрываешь глаза на такие недостатки. Это краевая купонная ткань. То есть рисунок проходит вдоль кромки. В этом случае только вдоль одной стороны, вдоль одной кромки. И кроить такую ткань необходимо по-особенному. Вы знаете, как правило, при раскрое мы детали прикладываем и краим по долевой, в длину. Так вот, в случае с купонными тканями зачастую приходится действовать наоборот и раскладывать детали поперек кромки, то есть по утку. И, конечно, изделие из купонной ткани может потребовать большего количества ткани, нежели если бы мы краили из обычной ткани по долевой, без подгона рисунков. Рисунок в этой ткани выполнен вышивкой-крестиком. Исполнение очень красивое, аккуратное и с лица, и с изнанки. В этой модели платья я оставила рисунок только по низу юбочной части. А значит, я руководствовалась именно шириной юбки. То есть, к примеру, если желаемая ширина моей юбки это 2 метра, достаточно большая и комфортная ширина для свободного шага, то и ткани мне потребуется минимум 2 метра в длину. Также многое зависит от ширины вашей ткани. Ширина этой ткани была меньше стандартной 140-150 сантиметров. И поэтому мне потребовалось еще немного дополнительной ткани для того, чтобы раскроить лифт, то есть полочку, спинку и рукав. Разумеется, в вашем случае расход может быть совершенно иным. Это зависит от желаемой ширины юбки, от длины юбки, ну и просто от размера вашей одежды. Это платье сшито с подкладом. Если вы также шьете платье изо льна, и лен для вашего тела кажется немного грубоватым, либо он просто просвечивает, вы также можете использовать подклад. Хлопковую натуральную мягкую ткань. Это может быть батист, он очень нежный, ситец, бязь, в тон основного платья. И подклада вам потребуется примерно столько же, сколько и основной ткани. В моем случае это около 2 метров. Ну а в целом классическое правило при расчете расхода ткани, это длина изделия от уровня плеч до уровня низа, плюс длина рукава. Подобный расчет, как правило, подходит до 48 размера. Но расход может увеличиваться, к примеру, если вы хотите объемную широкую юбку. В моем случае расход был немного больше. И такое же количество подкладочной ткани. Ну и конечно, не забывайте про усадку, которая может дать ткань. А натуральные ткани, как правило, дают небольшую усадку. Поэтому перед раскроем обязательно необходимо продекотировать, либо замочить в воде и высушить ткань. Для пошивы платья нам будет достаточно одной нитки. Я буду использовать полиэстеровую нить. Все потому, что я не буду обрабатывать срезы оберлоком. Все срезы останутся необработанными, но они будут закрыты с помощью подклада. Если бы я шила платье без подклада, то мне потребовалось бы еще три полиэстеровых нити для верлока, для того, чтобы обметать срезы. По лифу, по верхней части платья, мы обработаем петли и пришьем пуговицы. Для этого потребуется около 7-10 маленьких пуговиц. По низу рукавов мы обработаем манжеты на резинке. Для этого нам потребуется резинка желаемой ширины. А что касается расхода резинки, то вы можете просто замерить обхват запястья и взять комфортную для вас длину. Срез горловины борта мы будем обрабатывать обтачкой, деталью под борта. Эти детали нам необходимо будет продублировать, придать им большей плотности и прочности. Для этого можно воспользоваться флизелином. Дублерин будет слишком толстым и плотным для летнего платья. Ну и остальные инструменты, которые вам могут потребоваться в процессе пошива. Раскроенные ножницы, портновские булавки, мерная лента и мелок. Немного смоделируем лекало. Начнем с детали полочки. На базовой основе, на базовой выкройке у меня обозначена линия талии. В этой модели платья я хочу сделать уровень талии немного повышенным. Например, на 5 сантиметров выше моего обычного уровня талии. Также от линии середины полочки, то есть от прямой вертикальной линии справа, нам необходимо отложить небольшую величину для пуговиц и обработки петель. Обозначить линию борта. Эта величина может быть любой. От сантиметра до 10 сантиметров. Это зависит от величины ваших пуговиц. К примеру, если пуговицы маленькие, диаметром в 5-7 миллиметров, то вам достаточно заложить дополнительный 1 сантиметр. Я отложу 3 сантиметра, поскольку хочу, чтобы одна половинка полочки как можно больше накрывала вторую половинку. 3 сантиметра это достаточно большая ширина при таком маленьком диаметре пуговиц, как у меня, чтобы платье в промежутках между пуговицами не раскрывалось при растяжении. То есть у меня будет небольшой запас внутри, который будет защищать от этого. Но с таким маленьким диаметром пуговиц, которые я буду использовать, отступ в 3 сантиметра будет слишком большим. И в результате ряд пуговиц, который должен быть посередине, может немного сместиться влево. А это не совсем правильно. Но мне нравится такой эффект, поэтому я оставлю именно эту ширину. Кстати, как идея, если вам хочется именно такой же ширины и таких же отступов, но не нравится ряд пуговиц, смещенный в левую сторону, то вы можете пришить дополнительный ряд пуговиц параллельно. Пусть даже они не будут функционирующими. Итак, мы обозначили отступ от середины полочки. В моем случае это 3 сантиметра. Приложили нижнюю часть полочки на желаемом уровне. У меня это примерно 5 сантиметров выше уровня талии. И теперь я просто обвожу деталь полочки со всех сторон. Не забывая выточки. Деталь полочки увеличилась на 3 сантиметра. У вас это может быть другая величина. Например, 1 сантиметр. И мы можем немного видоизменить срез горловины. Я сделаю его немного V-образным. Повторяю контур среза горловины в начале, а дальше просто свожу под небольшим углом к линии борта. Вырезаем смоделированное лекало. И посмотрим, как изменилась выкройка. Немного углубился срез горловины. Появилась линия борта и сократилась длина полочки на 5 сантиметров выше обычного уровня талии. Также можем исключить, то есть просто не использовать, не обращать внимания на талиевую выточку. При желании вы можете ее оставить. Но мне хочется больше свободы, большего воздуха, жарким летом. Поэтому я просто проигнорирую эти выточки и не буду застрачивать. Немного смоделируем деталь спинки. Этот же подъем от уровня талии в 5 сантиметров. Я отмечаю по детали спинки. И деталь спинки я хочу скроить без каких-либо швов посередине. То есть взгиб. Как и у большинства людей, моя спина немного прогибется в области поясницы. То есть если я приложу середину спинки в верхней ее части к линии, то нижняя часть среднего среза середины спинки будет от этой прямой линии отходить примерно на сантиметр. И поскольку я хочу платье полуприлегающего, немного свободного силуэта, такая раскладка меня устраивает. Если вы хотите максимальное прилегание и максимально хорошую посадку, то вам лучше всего скроить спинку, состоящую из двух деталей. То есть со срезом посередине. Обводим все линии, все срезы, а также выточки. Линии середины спинки я оставляю прямой. Также проигнорирую талию и выточку по спинке. Ну а что касается плечевой выточки, то я ее оставлю. Рукав остается прежним, моделировать мы его не будем. Если вам комфортен мой стиль подачи информации и вы хотели бы глубже погрузиться в тему пошива одежды, то приглашаю вас на курсы шитья и кроя в онлайн-школе Бесполкать. Вы сможете заниматься из любой точки мира в удобное для вас время, а также получать мою личную поддержку и консультации в ходе обучения. Курсы подходят как для начинающих, так и для продолжающих. И приятный бонус – доступ к урокам у вас остается навсегда. То есть вы можете не бояться, что доступ закроется, а наоборот спокойно и в комфортном для вас темпе заниматься по видео урокам, а также пересматривать их неограниченное количество раз. Ссылку на сайт с курсами я прикреплю в описании под видео. Переходим к раскрою. Как я уже сказала, кроить купонную ткань я буду не подолевой, а поуточной, то есть поперек кромки. Немножко против правил, но ничего не поделаешь, с купонными тканями работают именно так. От одной кромки, то есть кромки с рисунком, откладываю желаемую длину юбки, например, 1 метр, и делаю отметку. У меня остается совсем немного, около 30 сантиметров. Этой ширины для того, чтобы скроить рукав, или полочку, или спинку, мне будет недостаточно, поскольку ширина этой ткани чуть меньше стандартной, 140-150 сантиметров. Именно поэтому мне требуется немного больше дополнительной ткани. Возможно, в вашем случае останется больше ширины, и вам не потребуется дополнительной ткани. Величину, которую мы отложили для юбки, то есть длину изделия юбки, вы можете отложить вдоль всего полотна, а можно сделать надрез и просто резкими уверенными движениями разорвать полотно вдоль всей длины. Можно не бояться делать этого сольном, поскольку разрыв будет происходить по одной нити, и в результате ширина будет везде одинаковой. Откладываем оставшуюся полоску и собираем деталь юбки. Складываем полотно пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри, совмещаем срезы и стачиваем единственный средний срез. Но если вы решили шить платье с подкладом, то то же самое вам необходимо будет повторить с юбочной частью и с подкладочной ткани. Подклад юбки стоит скроить немного короче, примерно на 2 сантиметра, чем основная деталь юбки. Можно сделать еще короче, к примеру, у меня короче на 10-15 сантиметров. Также складываем деталь пополам, лицом вовнутрь, закрепляем срезы и стачиваем единственный средний срез. Итак, мы получили деталь полочки и спинки. Можно скроить эти детали, оставив припуски по всем срезам, за исключением спинки. Спинку я буду кроить в сгиб. Предлагаю сразу раскроить и оставшиеся детали, а именно деталь обтачки, деталь подборта. Мы воспользуемся этими же смоделированными лекалами полочки и спинки и обозначим детали. От среза горловины отложите примерно 4-5 сантиметров вдоль всего среза горловины по спинке и соедините эти отметки единой плавной округлой линией. Мы нарисовали деталь обтачки по спинке. Теперь ту же ширину, то есть 4 сантиметра, мы откладываем по плечевому срезу от среза горловины уже на детали полочки. Мы могли его двигаться и дальше, откладывая по 4 сантиметра. Но поскольку мы запланировали пуговицы и у нас есть линия борта, нам необходимо эту обтачку оформить по-особенному. От линии борта увеличим немного отступ, например, до 6 сантиметров. И теперь соединим отметки единой плавной округлой линией в начале, а вдоль прямой линии борта можем провести прямую линию по линейке. И мы получили обтачку по полочке, по передней половинке изделия. Деталь подборта. Можем вырезать детали по обозначенным линиям. Маленькие детали, то есть деталь обтачки, деталь подборта, нам необходимо будет скроить также из основной ткани, то есть изо льна. А те детали, которые остались за исключением обтачек, по сути являются деталью подклада. Если вы решили шить платье на подкладе, то вы можете смело раскроить подклад именно из нижних больших деталей. Ну и конечно не забываем про припуски на швы по всем срезам. Об этом я даже не говорю, уверена вы знаете и помните об этом. Раскроили изо льна основную деталь полочки, раскроили деталь подборта со всеми припусками из основной ткани. Из батиста, из подкладочной ткани я скроила две детали подклада. То же самое и со спинкой. Деталь обтачки подборта нам необходимо будет продублировать флизелином. Для этого просто к изнаночной стороне детали мы прикладываем шершавую клеевую сторону флизелина и вырезаем детали по контуру. Переходим к рукаву. Рукав в этой модели прямой, практически без заужения. И по низу рукава здесь запланирована манжета на резинке. Поскольку манжета не будет растекиваться, нам необходимо ее длину сделать такую, чтобы мы могли максимально комфортно провести кисть через манжету. А значит нам необходимо замерить ширину кисти. Именно эту длину мы будем использовать в качестве длины манжеты. Плюс не забываем оставить по сантиметру на швы с каждой стороны. То есть итого 2 сантиметра. Что касается ширины манжеты, то я буду ориентироваться на ширину резинки. В моем случае это 3 сантиметра. Поскольку манжета будет двойной, двуслойной, нам потребуется 6 сантиметров в готовом виде. Ну и также 1 сантиметр для небольшой свободы. Чтобы резинка не была скована шириной манжеты, а находилась в небольшой свободе. Уже 7 сантиметров. И добавим еще по сантиметру на швы с каждой стороны. Итого 9 сантиметров. Разумеется, у вас могут быть свои размеры. Манжеты дублировать мы не будем, чтобы не придавать излишней толщины детали. Поскольку она все равно будет на резинке. Начнем собирать изделие с верхней части, с лифа. Во-первых, нам необходимо прострочить выточки по спинке и полочке. В моем случае это плечевые выточки по спинке и нагрудные выточки по детали полочки. Соберем рукав. Сложим его вдоль пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри. Соединим срезы и дадим строчку. Прострочили выточки и сразу же их заутюжили. Далее соединяем полочку и спинку по боковым и плечевым срезам. А затем прокладываем строчку. После этого, если вы не запланировали подклад, то боковые и плечевые срезы вы можете сразу же обметать. На верлоке, либо строчкой зигзаг, либо иными способами, которые вам нравятся. Ну а если вы решили шить платье на подкладе, то срезы будет достаточно поутюжить. Заутюжить в одну сторону, либо разутюжить в разные. Далее можем присоединить рукав. Проложили строчку по рукавам и лицом к лицу соединяем лип с рукавом. Совмещаем боковой шов со швом рукава. Закрепляем булавками. И далее прикрепляем срез оката рукава к срезу проймы в круговую. Нам необходимо будет вметать и затем вточать рукав в пройму. Эта операция не самая простая в пошиве плечевых изделий. То есть платьев, блуз, рубашек. И более подробно мы эту тему разбираем на курсе по женской одежде. Если вы решили шить платье на подкладе, то все то же самое вам необходимо повторить и в отношении подкладочных деталей. Прострочить выточки. Соединить полочку со спинкой. Дать строчку по рукавам. Обязательно поутюжить все срезы, все швы. И после этого также вметать рукав в пройму. Ну и срезы в данном случае я также не обметываю, поскольку они все равно будут закрыты. Итак, вточали рукава по детали подклада и по основным деталям. А теперь переходим к обработке среза горловины и среза борта обтачкой. А после этого присоединим подклад. После того, как вы продублируете обтачки, необходимо будет соединить их друг с другом по плечевым срезам. Срезы можно также разутюжить для того, чтобы избежать излишней толщины в швах. Ну а далее лицевую сторону обтачки, детали под борта, мы прикладываем к лицевой стороне основного изделия. То есть деталям изо льна. Прикрепляем срезы борта с одной и с другой стороны. Далее в качестве контрольных отметок прикрепляем плечевые швы друг к другу с одной и с другой стороны. Они обязательно должны совпасть. Ну а затем прикрепляем детали друг к другу в промежутках по срезам горловины. Срез горловины основного изделия, то есть деталей изо льна, может показаться вам немного больше, поскольку он немного растянулся. А продублированная деталь обтачки сохранила свою форму. Поэтому не пугайтесь, этих излишков все в порядке. Далее даем строчку вдоль всего среза борта, среза горловины в круговую. Желательно эту строчку сделать небольшой ширины, не больше одного сантиметра. Самое оптимальное это 5-7 миллиметров. Прежде чем отворачивать обтачку наизнанку, нам необходимо будет немного подрезать уголки в самом углу, оставив припуск в 2-3 миллиметра. Для того, чтобы углы вывернулись максимально аккуратно и плоско. Также самые округлые участки горловины нам необходимо будет подрезать. Делаем небольшие аккуратные надрезы, не доходя до строчки на 1-2 миллиметра. Будьте очень аккуратны и внимательны, чтобы случайно не прорезать строчку. После этого направьте все срезы вдоль линии борта и горловины в сторону обтачки. И по лицевой стороне обтачки дайте строчку на 1-2 миллиметра. Сделать эту строчку в уголках, скорее всего, не получится, поэтому остановитесь и сделайте закрепку примерно на расстоянии 2 сантиметра, не доходя до уголка. И затем, отступив снова 2 сантиметра, но с другой стороны, также сделайте закрепку и проложите прикрепляющую строчку на 2 миллиметра от шва по обтачке. То же самое повторяем со второй стороны. Проложили строчку и поутюжили линию борта и горловины. Трочку, которую мы проложили только что, за собой подтягивают около 1-2 миллиметров основной ткани наизнанку. Создает тонкий кант. И благодаря этому лицевая сторона изделия остается максимально аккуратной, без каких-либо лишних швов. Итак, присоединили обтачку к основной детали изделия. И теперь самое время соединить их с подкладом. В целом, вы можете, пользуясь таким же методом, сшить и жакет на подкладе. Но сразу скажу, что это упрощенный вариант пошива изделия на подкладе. И технология раскроя, и пошива классического жакета сильно отличаются от этого способа. Вернемся к нашему простому способу соединения подклада с основной частью изделия. Нам необходимо лицевую сторону обтачки соединить с лицевой стороной подклада. Совмещаем срезы. Во многих участках они будут отличаться, вы не пугайтесь этого. Просто подтягивайте срезы друг к другу, совмещайте их на одном уровне и прикрепляйте булавкой. При этом у вас есть несколько контрольных точек. Это срезы низа лифа и два плечевых шва. Они обязательно должны совпасть. В самых округлых срезах вам может показаться, что образуется волна или излишек. Все в порядке. Когда мы дадим строчку, детали расправятся и все будет выглядеть отлично. Даем строчку по прикрепленным срезам на 1 см от края. Выворачиваем изделие на лицевую сторону и получаем идеальное совмещение. Посмотрите, детали подборта и подклада идеально соединились во всех участках, вдоль всей границы. Плечевые швы совпадают и образуют единую линию. Нам остается присоединить друг к другу рукав. Просто вкладываем рукав из подкладочной детали в рукав из основной детали и совмещаем швы рукава по нижнему срезу. Технология соединения рукава в изделиях с подкладом также сильно отличается от того, что я показываю сейчас. Но в этом нет ничего страшного. Мы разбираем самый простой, доступный для всех способ, который позволит вам сшить свое первое изделие на подкладе без трудностей и желания бросить это дело. В качестве контрольной отметки соединили швы по рукавам друг к другу и далее совмещаем срезы низа рукава в круговую. Низ рукава нам необходимо собрать на небольшую сборку, а после этого присоединить манжету. Мы проложим вспомогательную строчку для создания сборки длиной стежка в 4-5 мм. Создание вспомогательной строчки и создание сборки подробно я рассматривала в предыдущих видео. Ссылку я обязательно прикреплю внизу в описании к видео, поэтому переходите и смотрите. Также я прикреплю срезы низа лифа друг к другу, для того, чтобы при совмещении с юбочной частью платья не произошло никаких перекосов. При желании вы можете дать временную закрепляющую строчку по низу лифа. Проложили вспомогательную строчку и затягиваем низ рукава на сборку. Затягиваем до тех пор, пока длина низа не будет соответствовать длине манжеты. После этого делаем узелок и распределяем равномерно сборку по всему кругу. Манжету лицевой стороной прикрепляем к изнаночной стороне рукава, то есть к подкладочной части рукава. При этом мы прикрепляем только один длинный срез манжеты, второй остается внутри свободным. И даем строчку в круговую на 1 см. Эта строчка будет прокладываться уже обычной длиной стежка, то есть примерно в 3 мм. После этого манжету выворачиваем на лицевую сторону и отгибаем 1 см по необработанному срезу манжеты. И накрываем строчку притачивания манжеты к низу рукава, которую мы только что проложили. Нам необходимо закрыть эту строчку, этот шов, на 1 мм. Также следите за тем, чтобы шов манжеты совпадал и был продолжением шва по рукаву. И прикрепляем булавками. Продолжаем аналогично подгибать срез манжеты вовнутрь и накрывать строчку по низу рукава по всему кругу. Ранее я поутюжила манжету, сложив пополам. И в моем случае сгиб должен оказаться прямо по низу рукава. Если поутюженный сгиб будет смещаться в сторону изнанки, либо внешней части рукава, то для меня это будет знаком, что я перетянула. Или наоборот, не дотянула срез манжеты. После этого необходимо будет дать строчку на 1 мм от верхнего края манжеты в круговую. Но поскольку манжета запланирована на резинке, я ставлю небольшое отверстие, примерно в 1-1,5 см. Не застроченным. Для того, чтобы впоследствии через это отверстие провести резинку. Вот так будет выглядеть манжета с проложенной сверху строчкой. То есть эта строчка видна с лицевой стороны, но она будет смотреться очень аккуратно. Особенно если вы постараетесь проложить строчку ровно на 1-2 мм. Остается завести резинку. Подцепим ее булавкой и аккуратно заведем в отверстие. Проводим ее вдоль всей манжеты. При этом следим, чтобы второй кончик резинки не зашел в отверстие. Выводим булавку и присоединяем два конца друг к другу. Проверяем, чтобы резинка не перевернулась внутри манжеты. Накладываем один срез, один конец резинки на другой. Прикрепляем булавкой и даем строчку. После этого просто подтягиваем резинку вовнутрь и оставшиеся отверстия в 1,5-2 см. застрачиваем. Низ рукава готов. Мы почти завершили работу с верхней частью платья с лифом. Нам остается только обработать петли и пришить пуговицы. После этого мы перейдем к юбочной части платья. Как правило, в женских изделиях правая половинка полочки, то есть передняя половинка изделия, накладывается на левую. Это означает, что именно по правой половинке будут обрабатываться петли, а к левой стороне мы будем пришивать пуговицы. Сейчас нам необходимо обозначить отступ, который мы откладывали на этапе моделирования от середины полочки. В моем случае это было 3 см. Нам необходимо отложить двойной отступ. В данном случае это 6 см. Можно провести линию и проложить крупные наметочные стежки по этой линии, для того, чтобы впоследствии ровно пришить пуговицы. Линию полузаноса мы обозначили по левой половинке изделия, по левой полочке, а по правой обозначим петли их положения. Они будут располагаться примерно на расстоянии 1 см от линии борта. Я обозначу только их уровень. Расстояние между петлями можно делать разным. Но советую в платьях не делать больше 7 см. Иначе велика вероятность, что платье будет раскрываться при растяжении. Я оставлю по 5 см между пуговицами. И обозначу только их начало. То есть полностью границы петли обозначать не буду. Нам остается только обработать петли на машинке. Сделать это очень просто со специальной лапкой для обметывания прорезных петель. В нее можно вложить пуговицу. И лапка автоматически отрегулирует размер петли в соответствии с размерами вашей пуговицы. Детально о том, как обрабатывать такие петли, я показывала в предыдущем видео. Поэтому обязательно посмотрите его. Сейчас на этом останавливаться не будем. Проложили петли и аккуратно разрезаем их. Я сделала горизонтальные петли. То есть перпендикулярно линии середины полочки вы можете сделать петли вертикальными. Накладываем правую половинку полочки на левую. Совмещая с наметанной либо обозначенной мелком ранее линией, вводим в булавке крайний правый уголок петли, если она у вас горизонтальная, либо посерединке петли, если она вертикальная. Аккуратно отделяем правую половинку от левой, и мы получаем положение пуговиц. Ну а далее нам остается только пришить эти пуговицы. Посмотрите, вот тот случай, о котором я говорила в самом начале. Ряд с пуговицами немного смещен влево, в сторону левой половинки полочки. И мы уже близки к финалу. Нам необходимо собрать юбочную часть. По верхнему срезу детали юбки нам необходимо также проложить вспомогательную строчку с длиной стежка в 5 мм, для того, чтобы собрать талиевый срез юбки на сборку. То есть та же сборка, которую мы сформировали по низу рукава. Поскольку по середине спинки лифа у меня нет швов, я сложу изделие пополам, совместив боковые швы, и сделаю отметку по середине спинки. Затягиваем талиевый срез на сборку, так, чтобы длина сборки соответствовала длине нижнего среза лифа. Затем нам необходимо соединить лицевую часть юбки с лицевой стороной изделия. Я выверну юбку наизнанку и вложу лиф вовнутрь юбки. Совмещаю середину спинки с единственным средним швом по юбке, а далее остается только присоединить талиевый срез лифа и юбочной части в круговую. Аккуратно совмещаем срезы по всему кругу и даем строчку на 1 см. Если вы шьете платье без подклада, то на этом этапе вам необходимо обметать талиевый срез, который мы только что прострочили, и на этом все. Ну а если у вас также запланирован подклад, то ту же самую операцию по формированию сборки вам необходимо повторить с деталью подклада, а затем вывернуть платье наизнанку, так, чтобы подкладочная деталь лифа осталась сверху, а подкладочная деталь юбки была вывернута наизнанку. Далее вкладываем платье в подклад юбки, соединяем середину спинки с единственным средним швом по юбке и прикрепляем по всему талиевому срезу. После этого даем строчку. То есть сейчас мы повторяем всю ту же самую операцию, только с обратной стороны. До этого мы прикрепляли льняную юбку к лицевой стороне, к льняной стороне платья, а сейчас прикрепляем подкладочную юбку к подкладочной стороне платья. Все очень просто. На самом деле мы могли сразу прикрепить все три детали друг к другу, как слоеный пирог одним разом. Льняная юбка на сборке, затем деталь лифа и подкладочная юбка на сборке. Можно было прикрепить их вместе разом и разом дать строчку. Получился бы тот же самый эффект. Но нет ничего страшного, если вы разделите эту операцию на два этапа. Талиевые срезы можно не обметывать, оставить их открытыми, но при желании вы можете их обметать. И вот такую мягкую сборку по талии, а вернее чуть выше талии, мы получили. Что касается низа изделия, как по основной части юбки, так и по подкладочной, достаточно будет просто подогнуть срезы два раза наизнанку, например, на 5 мм или на сантиметр и дать строчку. А можно обметать срезы и застрочить наизнанку. Посмотрим, как выглядит платье с изнанки. Все швы, все срезы максимально закрыты, нет никаких обмёточных строчек оверлока. И посмотрите, какой результат получается в моей планке. Помните, в самом начале я говорила о небольшом участке, который будет защищать платье от раскрытия при натяжении. Вот этот небольшой запас вдоль пуговиц, вдоль петель несет эту функцию. И здесь, кстати, вполне органично будет смотреться еще один ряд петель и пуговиц. Видео получилось немаленьким. Все потому, что мне хотелось показать вам как можно больше. Спасибо, что были со мной. Я ценю ваше время и, надеюсь, помогла провести его с пользой. Желаю вам хорошего и успешного дня. До встречи в следующих видео.